Украсть какую-нибудь куртку. Такой уже бедный был, но старший куртку и на этом погодил. Думал, что сойдет с рук. Сколько вам было лет? 27. Я покончал ветеринаром. Как-то стремно, не по жизни. Еще брат приехал, поехали на Украину, в шахту. Вот оттуда и пошло. Много лет прошло. То выйду, зайду, опять же, как нарисовано, туда-обратно. За время, которое я нахожусь в Лаене, сейчас клонистская жизнь была прогресс. Поднялась. По сравнению с тем, что было, намного легче и проще стало отбывать на Казани. Раньше уж как будто. Пришел, пока половину срока не отбудешь, то и посылки не поимеешь, не передашь ничего. По половину срока. Пока ты половину срока отбудешь, ну, за сканер заработаешь, уже автоматически лишался. По поводу УДО, условного досрока, освобождение. Раньше нельзя было даже на эту тему говорить. Начнешь только разговоры вести на эту тему, уже смотрят, как на волка. Того и гляди, получишь ажурику по голове. Сейчас уже все заинтересованы. Многие не хотят сидеть до конца. Есть возможность отбыть, пораньше свалить. Ну и стремятся своим родным углистам пораньше освободиться. Вот. И в плане бытового колония стала. Это я вам говорю с 1964 года. Стали бытовые условия намного лучше. Нашли условия, содержали нас. Адмистрация сейчас поменялась. Мы заинтересованы. Как ты знаешь, обновился коллектив, обмолодел. Находится по мишенинам и бытовых нужд. Может, что единственный минус, я нахожу только шум, что нету производственной базы. Раньше языки как-то говорится. Пришли, ушли, сработал работа. Работали три смены. Но работа была превыше всего. Не дал норму, наши бывшие мячи. Или взыскания, или другие огорчения. А сейчас только надо соблюдать режим содержания. Полгода осталось. И все. Я так думаю, что лимит мой отработан. Властям заниматься вплотную. Кого-то встраивать на работу, кого-то брать на контроль. Что сильно расслабон. То вышел человек, освободился, болтается ни к силу не в город. Там-то уголовный мир уже намного изменился. Это все не то, что 70-80-е ушло в историю. О том и говорить не нужно. Я вот сейчас меня, знаете, в Сибири же я пробыл 12 лет. В такой колонии был, где строго, все серьезно. Сейчас люди корни поменяют. Преступлений не было. Наркоман. Я знал переучетно. Вообще из Майанской области было 3-4 наркомана. А сейчас эта зараза заполонила. Салатись со мной на свободе. Что творится? Ну, курили там травку, то-то еще. Для понятия тонн. А сейчас для лечей грязи хватается. А это же таких преступлений не было, чтобы сирейки набровать. Уголов-то там в коллег. За это спрашивали раньше, получали. Чтобы там гробовые, как говорится, денег от горы. Такого не было. В жизни уже могли бы присесть. Сразу в камере, ну, предварительно следует. Так что тут сейчас такие люди заезжают, вроде серьезно здесь, справляются. Вы заметили здесь? Футбол, все разрешено. Спальчинное мероприятие. И кто играет? Бывшие наркоманы. Да как у них хорошо получается все. Ну, что, находит себе дело. Если на работу устроился, делает все хорошо. Чему бы ему там не работать? Вот где-то вот эта грань, вот эта, между преступлением и тем, и тем надо. Изыскивать там, на свободу, властям. Чтобы не потерять человека. Ворме подчинуть в руку или что-то, поддержать его. Я вот вышел, раз-раз, Масяня, Масяня. У меня мужиков фамилии Масяня погонял. Сам пою песни, там, рэпы пишу, стихи, частушки. Вот, Смоленский край, земля родная, за всю тебе хвала и честь. Гагарин, Гринка, их мир весь знает. Иных немало, не перечесть. Веками ты стоишь гранитом, Как горле кость для всех врагов. Их зоры тянет, как магнитом. Смоленский набор всегда готов. К любому полосе, леса, дубраву. Десет, свечет, куда ни кинет. Души по рыбе, куда ни кинет. Водейцы ждут, героям место. Коим нужно будет все ружье. И в землях этих, наше детство. Родное все, твое, мое. Россия, мать. Мы порубежья. Нам до Москвы рукой подать. Она всегда наша надежда. Иных столиц не надо ждать. Редактор субтитров А.Семкин